Накануне знаковой даты 60-летия со дня первого полета человека в космос наша съемочная группа побывала в гостях у человека, который участвовал в грандиозных событиях, изменивших мир. Вячеслав Валентинович Алексейчик, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, начал свою трудовую деятельность простым инженером на Ульяновском патронном заводе имени Володарского в далеком 1959 году. Вячеслав Валентинович, сразу после института Таганрогского вас по распределению направили сюда, в Ульяновск. Вы знали, на какое предприятие вы попадете? Именно Ульяновск, честно говоря, повлиял на выбор. И поэтому наша группа, достаточно большая группа, человек 10, сейчас я уже забыл, конечно, точно, может быть 12, было направлено на завод имени Володарского. Вот тогда это предприятие называлось по-другому, вот что ящик 19. То есть, ну, поехали в неизвестность, будем так говорить. Знали только Ульяновск, знали, что вот такие условия, да, о том, что нам предоставят жилье, это было то же самое. Вот. Зарплата какая. Мы пришли на завод, вовремя приехали. То есть, там только начиналось освоение, изготовление быстродействующей электронной счетной машины 2, Bestium 2. А это было на электронных лампах, это было огромное, как выразится, огромное, многокиловатное потребление, это была огромная площадь, которая занимала, ну, по крайней мере, для того, чтобы поместить всю машину, надо было, по крайней мере, метров 50. Там была общая обменная вентиляция, то есть, помещение, была, должна была быть, дальше, технологическая вентиляция, которая подавалась, значит, на машину и так далее. Ну, и она, под тем временем, 10 тысяч операций в секунду и 400 кГц тактовая частота, тактовая, поэтому, задающая частота, она, в общем-то говоря, ну, была уже нормальная. Потому что, одновременно, просто, чтобы сравнить в Пензе, Ромеев, главный конструктор, он запускал ЭВМ, который делал 100 операций в секунду, и тем не менее, даже это уже было востребовано. Ну, что, пришли, приехали в Ульяновск, приехали в Ульяновск, из Ульяновска надо было на поезде приехать на Володарку, еще не было вот этого пешеходного моста. Потом, когда он появился, я даже на нем на велосипеде ездил просто, чтобы было понятно, как все развивалось. Вот. Ну, на Володарке нас поселили, как я уже сказал, в разных помещениях, женщин в одном, мужчин в другом, и началась работа. Ну, 35-й цех, который вот был как раз связан с освоением, из которого начинали стенды, делали блоки, монтажницы, и вот мы, наладчики, фактически, не унижая вот всего остального, но мы были критическим звеном таким. Первая машина летом 60-го года уже была представлена в госиспытании. Лебедев, академик Лебедев, не просто, он приехал сюда, и несколько месяцев был здесь. Но фактическими вот наладчиками были три человека из его института, которые вот учили нас. Ну, мы, радиотехники, понимали все элементы нормально, но вот все остальное, как говорится, это было, наконец-то, для нас вновь. Вот моим учителем был Мельников Владимир Андреевич, старший научный сотрудник. Вот. Он около года был здесь. Ну, после отъезда его мы уже могли самостоятельно совершенно делать. Мало того, мы вносили целый ряд рационализаторских предложений. Ну, и вот у меня было тоже энное количество в трудовой книжке, там это отмечено. Ну, особенно для меня было, ну, запомнившееся, спасибо Тогородскому радиотехническому институту, который дал такое классное образование, ну, включая и Московский энергетический институт, пятый курс, там, у академика защищен, был, ну, студентом на его кафедре. Нам удалось найти слабые места, и мы даже носили исправление в сами блоки. Сами испытания были прогон пятисуточный. А потом оформление документов, там, и так далее, и так далее. Все в течение месяца было закончено. Подтвердили, значит, все выпускаете. Это вот была первая ЭВМ, которая вот прошла такие вот вещи, будем так говорить. А куда попала эта ЭВМ? Вот. И вот докладываю. Значит, первая машина, поставочный образец, был направлен в район Москву, в район Сокола метро, и она попала на ракетный институт, Берия сын там был, руководителем. Ну, я не знаю, в это время он был или нет, понятно. Ну, что нас удивило, конечно, ну, Володарка, вообще-то говоря, предприятие, которое охранялось, но по сравнению с Володаркой, там система защиты была, как государственная граница. Вот все, что есть на государственной границе, все так же была и полоса такая, запомнилась. Ну, потому что потом уже было все-таки попроще. Ну, туда мы приехали, когда узнали, для чего, конечно, работали, вот, запустили машину, все. Рябаконий Григорьевич, на Володарке он был, они приехали раньше, на год раньше нас, он был у нас бригадиром, ну, все, сделали как положено, сдали, пробег там, по всем параметрам, чтобы времени задерживать. Ну, вот, а потом второй экземпляр поставочный. За сколько вы его сделали? Значит, второй экземпляр поставочный был отправлен, я сейчас, конечно, дату не помню, потому что он отправлялся к заказчику, ну, и нас вызвали. Значит, 1 декабря, ну, нам сказали маршрут, станция Терратам, ну, сейчас-то она знает, а так, ну, вот, Термотам на местном наличии было. Утром рано подъезжаем туда, поезд стоит 2 минуты. Мы глянули, а стоит красное здание, одноэтажное, небольшое, и все, больше ничего нет. Абсолютно. Голая степь. Ну, мы засмыкались, проводницы говорят, выходите, выходите, тут хвосты такие вот летают, это вы туда попали. Ну, мы зашли за здание, там стоит автобус. Мы говорим, ну, вот нам надо, вот, войсковая часть номер такой-то. Это к нам, садитесь. Посмотрели документы, сели. Ну, проехали немного, а потом началось вот это вот, как говорится, одна система проверяет документы, вторая система, и привезли нас на площадка 10, ну, 10-й площадка, вот там, где был научно-исследовательский корпус, как раз, где стояли вот эти, где потом стояла наша машина, там, вернее, уже стояла наша машина, проверенная, с точки зрения питания и так далее, там, мы должны были ее отладить. В декабре 60-го года мы сделали ее, а в январе приехали домой на Новый год, нас отпустили, и уже в январе 61-го года делали отработку. Вот какой уровень автоматизации, в чем заключалась наша работа? Дело в том, что, когда ракета летит, то она через 250-270 километров сбрасит телеметрические данные. И вот так вот, пока она летит на нашей территории, вот это, а потом оттуда, эти телеметрические данные поступали вот на эту 10-ю площадку, и здесь обрабатывались вручную. Так вот, на Бакануре, там сделали следующую вещь, пробивалась перфокарта на верхнем этаже, потом оттуда сделали лифт, и вот по этому лифту колода перфокарт в устройство перфокарт поступала. Это ихняя уже, не наша работа была, а ихняя. Ну, тем не менее, надо было нажать команды, и включалась стандартная патрограмма ввода данных, и потом обрабатывалась программой, и выходилось на печатающие устройства. Печатающие устройства тоже было вот такое, не ЦПУ, к которому все привыкли, да, алфа-это цифровое печатающее, тем более не принтер. В январе мы занимались как раз вот этой отладкой. Конечно, когда мы туда приехали, ну, и когда узнали, как и что, мы, ну, действительно, не за страх, а за совесть, как говорится, работали. И вот эта вот машина, как раз она работала, готовила гагарианскую пуску. Мы, конечно, позже это узнали, естественно. И она, ну, вы не представляете, вот, надо видеть своими глазами, когда офицеры обрабатывали эту информацию вручную, а мы видели их, вот они вымотанные были, 12 часов вымотанные были до предела, то есть ошибаться нельзя. И вот, когда мы вот это все сделали, прочее, нас, если на руках не носили, ну, прямо очень уважали, как говорится, и так. Ну, тем более, Володарка их научила, тем более, мы там передали эти знания и так далее, и тому подобное. И вот Володарка таким образом участвовала в первом космическом запуске. А вы помните вот этот первый полет, тот день? Ну, конечно, естественно. Дело в том, что в это время вот мы были в Москве. Понятно, с какой целью. Запускали машину очередную. Ну, и я помню, были в Москве, и когда это вот случилось, вот, да, когда это случилось, это было такое потрясение, как говорится. Ну, бегали, кричали, ура, ура, ура. То есть, ну, энтузиазм был невероятный. в Москве на Красной площади побывал в это время, помните, там было стихийный вечер. В общем, в Москве, конечно, в то время была умом оброчительная радость народа. В этом же году вы, по-моему, уже перешли на предприятие, филиал, да? Да, совершенно правильно. И в это же время, значит, вот в 61-м году на Володарке, я говорю, она все умела делать. Вот, она в то время уже делала, она выпускала ПОЗО, прибор управления артиллерийским зенитным огнем. Вот, а тут третье направление, значит, это Московский институт, значит, и, ну, потом была реорганизация, когда создали министерство, вот, создали министерство, министерство судостроительной промышленности было. А до этого было это самое, ну, общие. И вот готовили на Володарке готовили боевые информационные системы поставлять, биосы так называемые, корабельные. Вот, и мы там как раз нас, не то, что мы, ну, желание было, конечно, перейти, но мы все прошли, то есть, с нуля начали весь психологический процесс создания БЭСМ, сдали в одном месте, то есть, на стенде провели испытания, создали в одном, ракетно-бюро от Берия сына, и на Байконуре. Ну, и, не знаю, почему, но вот было так, это мы все знаем, умеем, а здесь вот разработка, поэтому высказал желание перевод, но попал под военкомат. И на три месяца в Хабаровск командир БЧ-4 корабля третьего органа службы РТС прибыть на три месяца на переподгодок, ну, 61-й год. Там в начале было там то, третье, десятое, а потом меня попросили провести занятия по учителям техники. То есть, я учил офицерский состав, что такое учителям, что такое сложение, что такое двоичная система счисления. И если туда я, ну, мне было желательно ехал поездом, ну, представляете, из Куйбышева, значит, до Хабаровска, вот страну посмотрел, ничего не скажешь, то обратно уже первые рейсы были ТУ-104, ну, с посадками промежуточными. Я уже летел, первыми рейсами до Куйбышева. Да, с остановкой, я еще помню, сколько остановок было, ну, там, две промежуточные посадки было, ну, все, вот попадал, как-то я вот под первые инженерные решения. У нас был директором филиала, ну, фамилию не буду называть, вот, ну, бывший начальник цеха, институт филиалов, которые были первой категории, и зарплата была высокая, понятно, вот, ну, а он был не специалист в этой области, вот, ну, и не очень, ну, решал целый ряд вопросов организационных, там, и так далее, и тому подобное. И было такое выступление, ну, не бунт, а выступление такое, ну, что вот не то, не развиваемся мы. Ну, вот, приехала комиссия из Москвы, и прислали Ивлеву Германа Филипповича, вот, и Ковальского Юрия Михайловича. Вот, я Ивлеву должен отдать, обязательно напомнить, обязательно этот фрагмент показать, искренне благодарна, потому что этот человек был, вот, хотя он не по специальности, судовождение у него специальность была, но он, как организатор, вот, человеческий фактор учитывал. Он давал нам полную свободу, полную свободу, в полном смысле этого слова, вот, проведение работы. И с этой точки зрения это было правильное решение, и я благодарен Ивлеву Герману Филипповичу, потому что под его руководством мы в конце концов стали не только филиалом, а самостоятельным предприятием и так далее, и тому подобное. То есть, он заложил, конечно, основу, которой потом многие годы как-то этот опыт использовался, будем так говорить. Ну, а дальше уже эта история другое, эта история НПО Марс, история НПО Марс, тоже достаточно такая серьезная, и как очередной очередной скачок в моей биографии. Наш головной институт получил задание организовать разработку автоматизированного звена главного штаба ВМФ и автоматизированного звена штаба флота, чтобы было понятно, в то время понятия АСУ не было. Да? И вот... Это какой год, кстати? А это вот начало 60-х годов, 70-х годов именно, да. Вот, понятия еще АСУ не было в то время. И вот, значит, ну, мы приступили к работам на стендах, уже даже появилась техника первая и так далее и тому подобное. Но это дело не шло. И вот в начале 70-х годов, в начале 70-х годов, ну, хотя и техника пришла, ну, плановая система была техника, мы отлаживали ее и так далее, но это были громадные вестительные машины и так далее и тому подобное. Вот. Но в 73-м году произошло событие, которое определило всю дальнейшую работу. Было организовано министерство и было организовано главное предприятие научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры в Москве. вот. И там, значит, было предприятие и вот мы вошли в эту организационную структуру, вошли в эту организационную структуру, вот. На этой почве родилось НПО Марс, понятно, да? То есть наши родители вот, было московское предприятие. То есть первые родители это те, которые Лебедев, а вторые вот уже Семихин Владимир Сергеевич. Мы превратились в предприятие значит и самостоятельное, Миссупромовское. И в нем было организовано вот биосы. Помните, я говорил, биосы, боевые информационно-управляющие системы, первое направление и второе направление. С чего начиналось второе направление? Нам, прошу прощения, но это факт, нам заключенные вот нашего Марсовки построили первый корпус, четырехэтажный, такой нормальный корпус, вот, а на территории был построен раньше второй корпус, ну, стендовый, будем так говорить. Вот это вот были первые корпуса. и вот на четвертом этаже была большая первая комната, огромная, еще не перегороженная, потом перегородки сделали там и так далее. И я вот этот момент запомнил, когда в этом огромном помещении был один стол, один стул и один я. То есть опять все надо было начинать с нуля. действительно было организовано второе направление, это которое как раз занималось вот этими системами управления морскими и стратегическими и ядерными силами. Вот, именно должность называлась так. Главный конструктор АСУ ВМФ управления силами военно-морского флота. Управление силами это ключевые слова, которые исключали разведку ВМФ и тыл ВМФ, а все остальное было извиняюсь, за нами по управлению силами ВМФ. Вот. Заместитель генерального конструктора особо вооруженными силами Советского Союза вот по проблемам комплексной автоматизации управления силами ВМФ вот такая имел две должности. Ну, конечно, собственно, секретно было это. Вячеслав Валентинович, а вот за что вам дали Ленинскую премию? Вам и предприятию на тот момент это в 80-х? Я скажу. Значит, вот за... Итак, в свое время создание этой системы управления морскими и стратегическими ядерными силами было объявлено задачи, имеющие особую государственную важность. Марс на этом втором направлении вырос практически, потому что мы действительно начинали с нуля и задачи, имеющие особую государственную важность, ну, всегда было. И когда мы эту задачу решили, то вот тогда как раз вышло постановление в 80-м году. Ну, самое главное, предприятие Орден Трудового Красного Знамени на знамя предприятия, как говорится. что было, то было. В мемцентре вручали это знамя, вручали этот орден, было такое, ну, специальное заседание. Вот. Ну, приехали и адмиралы, и приехали, как говорят, и министры, там, и так далее, и тому подобное. на высшем уровне все это дело отмечалось. 135 человек получили ордена и медали. Значит, Ленинская премия, там было, можно, 5 человек, то есть 6 человек, нас было только 5 человек. Это был ли главный конструктор АСУВМФ, перед вами сидящий, главный конструктор дальней авиации, АТАЯН Рубежимкович, Воркесович, Ереван. Вот. И Логинов Михаил Сергеевич, это была Москва, ну, институт. Дело в том, что замначальнику связи вооруженных сил и генеральному конструктору, звездочку, наградили героем соц. труда. Вот. Но в нашем пакете были и маршала Хромеев, и маршала Гарков. Ну, Гарков я не знаю, а вот маршала Хромеева, это действительно отец нашей системы, будем так говорить, со стороны Министерства обороны. Он очень многое делал с точки зрения вот, решений таких вот, застывающих вопросов иногда были такие, ну, сложная была вещь, что там говорить, как говорится. Это же надо было построить защищенный командный пункт, который выдерживал атомный удар. Да, дорогие мои, и так далее, и тому подобное. Такие вещи. То есть, это была система, она как бы покрывалась всю страну, да? Как она правильно называлась? Командная система боевого управления. Но дело в том, что военно-морской флот, он вообще отличался тем, что он шел впереди. И вот в свое время в БСМ-4, который делал завод Володарского, оснащались все командные пункты, все научные институты, академии, там и так далее, и тому подобное, в БСМ-4. И там они централизованно разрабатывали информационные и расчетные задачи, которые потом использовались вот на этих учреждительных центрах. И на Камчатке она была там, понятно, то есть, во всех вот. То есть, это было автономно. И поэтому, когда мы сделали вот эту систему новую, у них было немножко ревностное отношение такое. Не то, чтобы они препятствовали, ну, вот это вот там сохранить, ну, понятно, какой-то был переходной период, когда параллельно существовало, ну, а потом все нормально. Почему? Потому что в системе, которую мы создавали под руководством Семенихина Владимира Сергеевича, уже к тому времени было принято очень тяжелое решение, очень тяжелое решение, что мы будем создавать на основе ЕСВМ, единой системы электроэлектроэффективных машин, ЕСВМ. А это была вот все-таки американская система, если так можно выразиться. Все-таки оттуда пришла вот эта вот, как говорится, воспользовались. Ну, почему? Потому что у нас, в общем-то говоря, вычислительная техника отставала, но потом Меликов Владимир Андреевич, создавая ЭВМ для противоракетной обороны БСМ-6, она по своим параметрам была лучшей в Европе. Она уступала американским Айбм, но была лучшей в Европе. То есть по производительности, по объему памяти, ну, там характеристики инженерам понятные. Она была и в противоракетной обороне, она выполняла свои задачи, ну, к сожалению, БСМ-6 уже не попала на Володарку, хотя БСМ-2, да, переходной период, БСМ-3, БСМ-3М, небольшое количество было, потом БСМ-4, массовое количество это было Володарка, а БСМ-6 уже, я не знаю, там, какие страсти, как и почему, делали на московском заводе. Вот эту систему, которую вы создали, боевую систему, да, управления, ее можно сравнить с нашим интернетом? Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что Семехин Владимир Сергеевич, понятно, да? Значит, итак, интернет основан на семи уровнях моделей протоколов открытых систем. Есть такое понятие, семи уровнях моделей протоколов открытых систем. нулевой уровень это когда сигналы выравниваются по величине, ну, нулевой уровень, а потом дальше идет аппаратными средствами приводится к стандарту система протоколов, понятно, да? И так, первый, второй, третий это аппаратные, а потом там пятый, шестой, седьмой программно, понятно, да? То есть вот это есть основа интернета и сегодня которые есть, сегодня микросхемы, а тогда, когда первый раз реализовывали, то мы уже на технике, конечно, ЕСовской технике, то это была аппаратная часть, три шкафа, роста выше моего. Ну, сейчас это микросхемы все помещается, ну, сейчас дело, что он персонал стоит, как говорится, сам пользуюсь, как говорится, интернета. Но тем не менее, значит, что сделал Мизин Игорь Александрович, который сделал систему обмена данными, в чем значение его? Когда мы только начали заниматься этой системой, стоял вопрос такой, что командный пункт должен иметь разнесенные каналы связи, ну, понятно, для чего, да? Вдруг удар будет нанесен на высшие звенья управления, еще разнесенные каналы на один уровень выше, и то же самое вниз. Я понятно докладываю, да? То есть, и еще, извините за это выражение, но это стандартное такое выражение. И то же самое вниз. Посчитали. Да, если сделать вот так, как делали раньше, то ни много, ни мало, два-три, посчитали, это точно. Два-три бюджета Советского Союза. Ну, страна-то у нас огромная, вы представляете, и проложить надо, и там потом и космические каналы связи и так далее, и тому подобное. Тропосферный, космический, ну, разные физические природы каналы, тем не менее, встал вопрос. И вот тогда Мизин Игорь Александрович, который знал про интернет, вот он как раз и предложил делать это на новой системе. То есть фактически, грубо говоря, главный и территориальный центр коммутации сообщений выполняли роль ту, которую выполняет вот у нас городская телефонная станция. Понятная идея, да? То есть наша городская телефонная станция, значит, мы с нашей вот выходим на нее, а с нее мы можем выйти не только на абонентов своих, да, но и на абонентов понятно, да, любого, особенно сейчас, будем говорить. Вот. То есть это фактически как бы телестанция, ну, уже для обмена цифровой информацией. И вот главные территориальные центры коммутации были построены, ну, там же, тоже в защищенных помещениях, тоже, в том числе на нашем, скажем, командном пункте главкома ВМФ был главный центр коммутации сообщений. Были еще отдельные и так далее, и так далее. То есть, в случае нанесения удара, значит, все-таки защищенность достаточно была высокая вот этого дела. Ну вот, с такими людьми вот нам посчастливилось, в полном смысле этого слова, работать по таким руководствам. Так что, и вот интернет родился, благодаря, вот, у нас. Ну, это был наш интернет. Как было сказано выше, Вячеслав Валентинович Алексеичек доктор технических наук. Причем, кандидатскую диссертацию он защитил накануне получения Ленинской премии, сразу получив ученую степень доктора технических наук, минуя кандидата. В начале 2000-х годов Вячеслав Валентинович дважды избирался депутатом законодательного собрания региона, где активно работал на благо области. Продолжение следует...